Добрый вечер! Пришло время для обсуждения средного домашнего задания. Наш сегодняшний урок посвящен обстоятельственным причастиям Аориста. Как всегда, должен напомнить, что вы можете смотреть это видео только после того, как самостоятельно выполнили домашние задания и теперь хотели бы проверить себя, ну и еще иметь одну возможность поразмышлять над употреблением греческого языка. Итак, давайте по порядку приступим. С первого предложения. В данном предложении причастие у нас эселтон. Помните, что корень элт это Аорист от Эрхамай, это глагол с несколькими корнями, Эрхамай, Леусамай, Элтом. Причем если в изъявительном наклонении здесь было это, то в причастие у нас здесь эселон, потому что нет приращения. Ну, в данном случае эйсер Хамай, входить, ну и в целом у нас получается следующее. И тотчас в субботу, ну давайте здесь немного остановимся, на самом деле, как видите, здесь множественное число. Почему я перевел единственным в субботу? Вам когда-то так говорилось, что особенностью употребления данного слова является то, что даже когда речь идет об одной субботе, зачастую используется множественное число. Ну, одно из предположений, объясняющее это, заключается в том, что евреи, когда говорили о праздниках, они использовали множественное число, даже когда речь шла о каком-то одном праздничном дне, чтобы подчеркнуть величие и значимость этого дня. Ну, в каком-то смысле они как бы на вы обращались вот к праздничному дню, в том числе и к субботе. Поэтому иногда вот даже по одной субботе, когда идет речь, суббота во множественном числе. Ну, мы здесь видим, видите, слово тотчас, то есть это не какая-то многократная активность по субботам, это вот разовое событие. А теперь почему в субботу? Ну, дательные падежи, я напоминаю, переводятся тремя способами. С помощью русского дательного падежа, с помощью русского творительного падежа и с помощью конструкции с предлогом «в». Причем, когда слова обозначают время, перевод с помощью «в» вообще типичнейший перевод, то есть вот дательный обозначает некий момент во времени. И тотчас, в субботу, войдя в синагогу, он учил. Ну, или даже можем перевести «начал учить», это имперфект. Видите, дидаск, основа точно такая же, как в настоящем времени, только добавилось превращение, и вот оно вторичное окончание. То есть подчеркивается какая-то длительность учения. Ну, можно сказать, точно все, вот войдя в синагогу, учил, ну, или вот начал учить и учил какое-то время. Вот такое употребление, когда контекст явно подчеркивает, что началось что-то и продолжалось, иногда называют начинательным перфектом. Хотя, в общем, если вы учил, перевели, то для учебного перевода этого достаточно. Второе предложение. Краксос, причастие от глагола кранзо. У нас здесь гамма превзаимодействовала с сигмой и долог си, поэтому вот са, образующее время, она вот здесь у нас сокрыта. Ну, и с, окончание именительного падежа, единственного числа. Я напоминаю, что вот у второго аориста окончания такие же, как у настоящего времени, у причастий, но и в именительном падеже единственном числе нулевое окончание, так как т на конце не может стоить, она выпала, поэтому вместо суффикса нт осталось просто н. А вот у первого аориста окончание в именительном падеже единственном числе сигма, которым успешно съедает и т, и ню, и просто остается с. Поэтому краксос, ну, если бы дальше идти по падежам, было бы кракс, кракс, а, тос, кракс, анти, кракс, анта и так далее. То есть обычное окончание третьего склонения, суффиксом нт, но вот эти вот формы именительного падежа, которые самые необычные, их нужно запомнить, потому что они чаще всего встречаются. Тотчас, воскликнув, отец ребенка говорил верую. Ну, лучше говорить, наверное, и сказал. Это имперфект от глагола лего. Видите, основа такая же, как ооо лего, плюс приращение, плюс вторичное окончание. И у глагола лего есть такая особенность, что он часто употребляется в имперфекте, даже там, где речь идет не о каком-то процессе и многократности, а просто о разовом событии. Ну, это просто позволяет акцентировать это слово, как-то так выделить, подчеркнуть значимость произнесения. Ну, по-русски можно в таких случаях, если вот контекст требует, то естественность речи требует переводить и даже какой-то недлительной формой типа сказал. Ну, просто как толкователи, вот это выделение автором данного слова мы должны отметить. Итак, в целом, тотчас, воскликнув, отец отрока сказал Вера. Третье предложение. Я подозреваю, что с переводом этого предложения у вас возникли некоторые трудности. В чем здесь дело? Давайте вообще разбираться, что здесь за слова и что к чему относятся. Во-первых, eltonti – это причастие от уже знакомого, видите, нам корня elt, то есть прошедшее время от erhamai, а в данном случае дательный падеж, видите, elt – соединительная гласная, стандартный причастный суффикс int и y, показывающая, что дательный падеж. Ну, если вот как-то попытаться перевести, то вошедшему, пришедшему, точнее, g в дом, теперь pros elton, видите, тоже корень elt, но теперь не с ε, а с этой, это нормальный аорист от данного корня, с превращением, pros elton, в данном случае, вот, они подошли, видите, окончание множественного числа. Ну, подошли к нему, подошли ему, но по-русски подходят к кому-то, а вот в греческом можно и обойтись без предлога. Итак, если мы пока пословно попытаемся перевести, вошедшему же в дом, ну, или пришедшему же в дом, они подошли к нему. Видите, ауто, да вот, дательный падеж, единственное число, и exalt, 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 elton, t, тоже, дательный падеж, единственное число, так что эти слова вот как-то связаны друг с другом, и они отличаются от подлежащего предложения, которое во множественном числе. Ну, в данном случае, хотя урок посвящен обстоятельственным причастиям, обстоятельственные причастия обычно стоят в именительном падеже, единственном числе, здесь вот вам такая вот, какая-то немного необычная конструкция предлагается, хотя и имеет такой обстоятельственный оттенок значения. Как нам все это сконструировать? Пришедшим уже в дом, они подошли к нему. Ну, наверное, по-русски можно перевести следующим образом. Когда он пришел в дом, они подошли к нему, превратив вот этот вот причастный оборот в предаточное предложение времени. Ну вот, справиться можно, но чтобы вы в своем переводе не запутались, внимательно следите за числом и за тем, что с чем согласуется, потому что если вы не заметите, что здесь единственное число, а здесь множественное, то можете как-то вот попытаться перевести это слово как относящееся к подлежащему предложению и совсем запутаетесь. Четвертое предложение. Это перечастие орестное от глагола от спадзумай. У него снова спад, а дельта плюс сигма просто дают сигму, сигма съедает зубные согласные, вот здесь у нас теперь вот видите образующее времени, суффикс «мен» причастный для среднего залога, ну и их падежное окончание. А спадзумай в настоящем времени этот глагол встречается только в среднестрадательной форме и видите, в аорисе тоже встречается в средней форме. Ну, приветствую, здесь и какая-то вовлеченность есть подлежащего, и вообще многие слова, обозначающие речевые акты в греческом языке, встречаются в форме среднего залога, так что для греческого такое употребление естественно. Ну, в данном случае, вот как причастие мы переводим «Поприветствовав братьев, мы пробыли один день с ними». Это аорист от глагола «мено». У него в аористе корень чуть-чуть изменился, вместо «мен» – «мейн», вот тут вот дифтонг вместо «эпсилон» в корне образовался, но вот здесь перерасчение, «мен», так как это сонорный глагол и сигма здесь добавлено не может быть, то у нас образующие времени просто «альфа», ну, и окончание первого лица множественного числа. В целом, «Поприветствовав братьев, мы пробыли один день, день и один с ними». Пятое предложение. «Посэлтонтез дэхой дуэту ойкодэспуту эйпун ауто кюрия ухи каун сперма эсперос». «Причастие посэлтонтез», видите, «элт» очень много раз там встречается, действительно, чрезвычайно распространённый корень, «подойдя», ну, в данном случае это именительный париж множественное число, поэтому вот у нас хорошо и суффикс «энтэ», и всё видно. «Подойдя же, рабы хозяина дома сказали ему, господин звательный париж, обратите внимание, не доброе ли семя ты посеял? «Эсперас» это Ористот Спейро, видите, спер, основа «э» приращение и «а». Опять-таки, сонорный глагол, поэтому сигма здесь вставлена быть не может, но «а», образующая Ористо, хорошо видна. Ну, и вопрос, видите, так как это вопрос, вот я вот в переводе добавил линии, добрые ли семя ты посеял, ещё вопросы, которые начинаются с частицы «у», ну, или вот её вариацию, ухи предполагают положительный ответ, то есть, ну да, добрая, и вот этот ожидаемый положительный ответ можно даже как-то иногда и на уровне вопроса выразить, разве не доброе семя ты посеял, ну или как-то так. Так что, подойдя же, рабы хозяина дома сказали ему, господин, а не доброе ли семя ты посеял? Шестое. Акусас де хо херодес элоген, хон эго апекефайлеса иоанн, хутус эгерта. Акусас, аорисное причастие от аку, аку основа, а без превращения распричастия, са, образующая времени, и сигма, съевшая суффиксом т. Ну или просто может звучить вот это вот сас, как типичное окончание для именительного падежа единственного числа аорисного причастия. Услышав же, Ирод говорил, ну или сказал, а элоген, вот для какого-то там усиления служит, это имперфект, которого я обезглавил Иоанн, ну или может быть Иоанн, которого я обезглавил, ну вот тут просто за то, которого я обезглавил, для эмфазы выделено на первое место, даже Иоанн, хотя и ожидалось бы пораньше, но отнесено в конец предложения, и тоже вот необычная сильная позиция. Обратите внимание на эмфатическое местоимение ГО-Я, да, которого Я обезглавил, А О-Этт, ближнее указательное местоимение, ну здесь можно считать в свою значение ослабленное, да просто он, он, Э-Г-Р-Т, воскрес или был воскрешен. Слово Э-Г-И-Р-О, в Аористи страдательного зололога, видите, Э-Ц, он длинилась в эту, плюс Т, типичнейший суффикс для Аориста страдательного зололога, так что форму Э-Г-И-Р-О достаточно легко узнать, ну ее-то там в настоящем времени появилось, а в Аористи просто не Э-Г-И-Р-О, Э-Г-И-Р-О. Формы с суффиксом Т часто имеют страдательное значение, но нередко имеют и значение вот такого самостоятельного действия, особенно с глаголом Э-Г-И-Р-О, который имеет значение подниматься, поэтому можно перевести воскрес, как в некоторых переводах, ну или был воскрешен, если вот вы так вот видите, что страдательность нужно передать. Услышав же Ирод, говорил, которого я обезглавил, и он, этот был воскрешен, ну я вот так вот немного буквалистки перевел. Седьмое. Ходэ Симон кай аутос эпистелусен кай баптистейс эн посткартерон то филиппо теоронте семея кай дунаммэйс мегалос. В данном случае у нас причастие баптистейс в виде суффикс очень типичной для причастия страдательного залога нет приращения да вот не путайте это с ауристом изъявительного клонения нет приращения есть баптист ну основа баптид но дельта перед т превратилась зубная как дельта перед т превратилась в сигму типичное преобразование в именительном падеже сигма когда съела НТ Э компенсаторна удлинилась дифтонг Эй но все равно хорошо все видно и это страдательный залог поэтому был крещен ну давайте по порядку Симон же и сам уверовал эпистео Орис от эпистео Сен опорость от пистео и вращение писте С образующие времени для третьего лица единственного числа и Н а почему аутус мы перевели как сам но потому что видите Симон у нас есть и при нем стоит аутус когда аутус стоит само по себе переводится как он когда стоит при имени собственном при слове с артиклем то переводится как сам но если у самого аутус был бы артикль то переводилось бы тот же самый итак Симон же и сам уверовал и теперь причастие страдательного залога быв крещен следовал за Филиппом вот вот эта вся конструкция n poscar teron она переводится следовать за на самом деле это прошедшее время это ими вы видите плюс причастие но вот это сочетание ими плюс причастие мы с вами через урок будем изучать это так называемое писательное спряжение поэтому просто в сножке дан перевод следовал за дальше еще одно причастие teron видите окончание on teron e epsilon здесь сомикой слилось поэтому teron вот вот видите результат слияния причастие настоящего времени не аориста никаких аористных черт здесь нет виде теперь t это постпозиционный союз при переводе его нужно поместить вот сюда перед teron и видя знамения и чудеса великие но на самом деле здесь предложение не закончено у вас поставлена точка а там если я правильно помню контекст изумлялся поэтому такая странная как получается и видя знамения и чудеса великие мы чувствуем что еще что-то нужно сказать но в целом Симон же и сам уверовал и быв крещен следовал за Филиппом и видя знамения и чудеса великие восьмое в аористе но апокрин но май глагол он и не встречается в действительном залоге отвечаю и в аористе он встречается в основном в страдательном залоге хотя в принципе в среднем употреблении тоже возможно просто и просто более редкое но несмотря на то что у него недействительный залог он имеет значение отвечать я уже говорил что речевые акты в греческом языке часто обозначаются недействительным залогом такого особенности языка в данном случае причастие у нас женского рода видите эйса ну и вот са оно такое суффикс очень типичный для причастия женского рода вы его и в действительном залоге аористных причастий видели са са образующее время и са суффикс и в страдательном залоге где-то почему женского рода ну потому что речь идет о матери и ответив мать его сказала нет но он будет назван ианом клетесетай это будущее время страдательного залога от глагола калео у него в страдательном залоге корень кле в области страдательного залога в будущем времени страдательного залога у него корень кле тес образующая будущего времени страдательного залога ну и первичное среднее окончание он будет назван ианом ну здесь формально именительный падеж но угреческий глагол калео в страдательном залоге вот работает как некий аналог глагола сверстки То есть требует после себя именительного падежа, а русский язык здесь требует творительный падеж, поэтому Иоанну мы переводим, следуя нормам русского языка. Итак, в целом, и ответив, мать его сказала, нет, но он будет назван Иоанном. Девятая. Кай идон тон Иисун акумакоттен, эдрамент, кай прос экунесен авто, кай краксос фоне мегалэ легей, тимой кайсой Иисус ююту тэу ту хупсисту. Идун – это аорисное причастие от глагола Харао. Глагол с несколькими корнями, это нужно заучить, и в аорисе у него корень Ид. Ну, для запоминания, во-первых, ассоциации со словом Видило, когда-то корень был Вид, потом стал просто Ид, потому что В выпало из греческого языка. Ну, и иду-идэ, которые вы как некие восклицания запоминали, они тоже от того корня и тоже помогают запомнить вот это вот, и видеть. И увидев Иисуса издалека, Он визжал и поклонился Ему. Прос-э-кунесен – это аорист, ну, изъявительное уклонение, прос-кунео, где прос – приставка, э – приращение, куне – корень, с – образующая времени, прос-кунесен. И поклонился Ему, и краксос, это слово мы с вами сегодня уже встречали, обсуждали, видите, краксос, да, при части от градуса, и вскричав голосом громким, великим. Не надо переводить Мэггл, конечно, большой, великий, но в отношении голоса – это вполне естественно сочетающееся слово громкий. Верещав голосом громким, говорит, ну, если бы дословно, что мне и тебе. Что мне и тебе – это устойчивое выражение со значением типа «отстань», «не лезь» и так далее. Ну, вот, а там уже можно по контексту, если хотите, литературный перевод сделать, то где-то по контексту, кто там, кому и в каких обстоятельствах говорит, можно какие-то вот аналоги этого «отстань» и «не лезь» подобрать. Ну, для учебного перевода хватит, и что мне и тебе – Иисус, Сын Бога Всевышнего. Обратите внимание на форму звательного падежа. А в целом, что у нас получается? И, увидев Иисуса издалека, Он побежал и поклонился Ему, и, вскричав голосом громким, говорит, что мне и тебе – Иисус, Сын Бога Всевышнего. Десятое. Кай апокритеис ху Иисус элеген дидаскон энто хиро. Ну, длинное предложение, давайте порциями. Апокритеис, видите, суффикс «тэ» – причастие страдательного залога от апокриномай. Мы с вами уже обсуждали этот феномен, да, это обычно страдательный залог. Мы просто переводим как «ответив» и «ответив» Иисус говорил, уча в храме. Ну, говорил, может быть, подчеркивается, как бы продолжительность его речи, или просто, как всегда, элеген, вот подчеркиваю, это важность ситуации, важность того, что будет сказано. Ну, а для учебного перевода оставил, говорил, чтобы все-таки было видно, что у нас тут имперфект. И ответив, Иисус говорил, уча в храме. Да, дидаскон, конечно же, причастие от дидаско. Видите, вот «он» – окончание именительного падежа, единственного числа. Да, вот здесь был именительный-единственный страдательного залога отец, и что здесь именительный-единственный настоящего времени. Как говорят книжники, что Христос является сыном Давида. Сын Давида есть. Глагол «связка» в греческом довольно часто ставится в конце. У нас же вот глагол «связка» – она вот между связываемыми частями, подлежащие Христос, а сын, сказуемо, Христос и сын Давида. Как же говорят книжники, что Христос – сын Давида. «Аутус Давид, Эйпен Энто, Пневмоте, То Хагиро». Сам Давид. Помните, «аутус», когда стоит при другом слове, имеет значение «сам». Поэтому сам Давид сказал в Духе Святом. «Эйпен Куриус, То Куриуму, Като Эк Даксионму, Хэлос Антотус Эк Труссу, Хупу Като, То Пудонцу. Сказал Господь Господу Моему». Видите, Господь в именительном падеже, Господь в дательном падеже. Сказал Господь Господу Моему, сиди по правую, справа, одесную, все на дальнем переводе, вот такое старо-славянское, Даксио с правой, предлог «эк», просто там есть сносочка чуть-чуть необычно употребляется, но по сочетанию, по контексту мы понимаем значение. Сиди справа от меня, там по правую руку мою, Даксионму, да, вот здесь как раз «правая» обозначает правую руку, десницу, «сиди по правую руку мою, пока не, пока я не положу врагов твоих под ноги твои». Частица «ан» здесь нужна, чтобы указать на то, что мы не знаем, в какой момент времени это произойдет, и вот эта вот пока неопределенность по моменту времени, она вот как раз и выражается, естественно, частицей «ан». А в целом у нас получилось, и ответив, Иисус говорил, уча в храме, «кан, говорят книжники, что Христос есть сын Давида?» Сам Давид сказал в Духе Святом, сказал Господь Господу моему, сиди по правую руку мою, пока не положу врагов твоих под ноги твои. Одиннадцатая «Аспасамена туз, потрас кайтас метрас, аутонта, по идее, эксцелтенсум, то есть ауэс текнойс». Аспасамена – это причастие от глагола «аспадзомай», мы с вами его уже немного обсуждали, видите, сигма опять съела эту дельту в корне «аспад», «са» – образующее времени, «мен» – суффикс среднего залога, так же, как в настоящем времени, «аспадзомай». И в данном случае у нас именительный падеж, средний род, множественное число. Почему средний род? Потому что та, по идее, подлежащая данного предложения тоже стоит в среднем роде. Обстоятельственное причастие, оно таким естественным образом согласуется с подлежащим. Поэтому раз подлежащая, та, по идее, та и причастие «аспасамена» – видите, форма какая. Ну, переводим, опять же, «поприветствовав отцов и матерей своих, дети вышли с другими детьми». Ну, в данном предложении у нас аж два разных слова со значением «дети» – «по идея» и «технойз». Ну, если вас интересует, в чем разница, то слово «техном» обычно обозначает, ну, там, «ребенка» в смысле «потомка». То есть, не акцентирует внимание на возрасте ребенка. То есть, а вот можно сказать, это мой ребенок и про пятилетнего, и про, там, тридцатилетнего, если у кого-то сын до тридцати лет дорос. И при этом использовать вот это слово. А слово «по идея», он все-таки акцентирует, что ребенок в смысле маленький, и обычно используется, вот, там, ну, современные теми налоги, если пользоваться, до подросткового возраста. То есть, до времени обретения самостоятельности. То есть, подчеркивает некую зависимость. Ну, так как вот у нас вот так трудно подобрать слова, которые обозначали бы ребенка в принципе, как потомка, и ребенка, как вот маленького ребенка, ну, в смысле, вот, еще не начавшего такую какую-то самостоятельную жизнедеятельность, то вот можно там и там оставить дети. Итак, поприветствовав отцов и матерей своих, дети вышли с другими детьми. Двянацтая. Двянацтая. А в данном случае у нас причастие элтон. Видите, ну, уже привычный корень элт, и окончание он, оно и в настоящем времени, и во втором овресте, в именикном падеже, в единственном числе. Иисус же из дома и в храм прия воскликнул громким голосом. В данном случае экраксен, это не претяга, да, мы уже встречали вот этот кракс, но экраксен в данном случае у нас настоящий, воскликнул громким голосом. Все, которые в меня верят. У нас, видите, когда мы встречаем арти... А, да, нет, это не артикл, прошу прощения, это относительно обеспеченный, так что все нормально. Все, которые в меня верят. Там, сам на удаление, в тимонии, не обратил. Сотэ сонтай. Будут спасены. Это глагол соза в будущем времени страдательном залоге, видите, образующий время, мини-тэс, ну и вонтай, конечно, окончание третьего множественного. Будут спасены от власти, ну, злого, да, злодея, ну, обычно переводят лукавого, подразумевая дьявола. С артиклем, когда подразумевая дьявола, да, вот так субстантивированный, как раз обозначает лукавого. Ну, и в целом, Иисус же из дома и в храм прия воскликнул громким голосом. Все, которые в меня веруют, будут спасены от власти лукавого. Ну, сочиненное предложение, как и предыдущее. Тринадцатое. Идонтез, де хуй хуй ту ту ту, таз туготерастон антропон, хотикалай эйсин, элабон хеутойс, гунайкас апопарансон, хон экс-александр. Идонтез, видите, корень ид, видео, да, помните, от харао аорисной корень. Эйдон было в издевительном уклонении, в причастии простоид. Увидев же сыны божьи, дочерей человеческих, что в данном случае красиво есть, что они красивы, элабон, взяли себе жен из всех. Элабон, причастия, аорис пломбану, призывительно наклонение, взяли себе жен из всех, которых избрали. Ну, с носки этот глагол дается. То есть, итак, увидев же сыны божьи, дочерей человеческих, что они красивые, взяли себе жены из всех, которых избрали. Четырнадцатый. 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 Это прос эухамай, глагол в ауристе, вы видите, прос, э, эпсил удлинилось в эту, х, с фраза ему одействовала сигма и дало кси, хс кси дало, и прос эухамай, как было в настоящем времени в средней форме, так вот и в ауристе, видите, в средней форме. Ну и моление оно предполагает вовлеченность, опять-таки это же еще и речевой акт, поэтому в средней форме мы тут ничем не удивляемся, ничуть не удивляемся. Как и Моисей, помолился Господу и сошел, это глагол Катабайно, у него корень БАМ, в данном случае КАК приставка, Э приращение, БЭ это корень, два глагола с корнем БА, вот Катабайно, Набайно и так далее, ну то есть серия глаголов, точнее два корня, и глагол с корнем ГЕНОСКО, корень ГНО, ГЕНОСКО, образует так называемый корневой орис, то есть у него нет никаких соединенных гласных, окончание добавляется прямо к корню, но здесь третье единственное, никакого окончания нет, поэтому просто сразу корень видим. Сошел огонь с неба, и теперь ТА, ТЭСТУСЕС, ТА, средний род, множественное число, ТЭСТУСЕС, видите, жертвский род, единственное число, слово жертва, те вещи, которые предназначены в жертву, подразумевается жертвенное животное. То можно, конечно, просто перевести и жертву уничтожил, это по НСН, вот, ну или как-то вот придется перефразировать, потому что в русском, да, нет артикля, и нельзя вот так просто взять и выразить, что жертва, ну, или хотя бы, может быть, множественность, вот эту можем подчеркнуть словом жертвы, то есть тех животных, которые были предназначены в жертву, вот эта вот ТА, вот как-то так указывает, что есть некая группа, вот, связанная с жертвой, ну, или просто, чтобы нам в русском переводе сохранить идею множественности, можем перевести в жертву. Так и Соломон помолился, Соломон уже обсуждали, и, теперь внимательно, КАТАБАН. Видите, КАТАБАН, а здесь КАТАБАН. Что случилось? Привращения нет. Это причастие. И что у нас получается? КАТАБАН, приставка, БА, у нас в данном случае корень, Н, это то, что осталось от суффикса НТ. Ну, в данном случае у нас нулевое окончание, да, кстати, это корневой аорис, поэтому никаких соединенных гласных нет, поэтому сразу БА, и начинается присоединяться все остальное. Суффикс был бы НТ, но Т выпало, оно не может стоять на конце слоя, осталось просто Н. Так что это вот у нас аорисное причастие от КАТАБАНО. ИН, КАТАБАН, О, ИН появляется только в настоящем времени, в других временах просто корень БА. И сошед огонь жертвы, да, то, что в жертву, да, те, что в жертву, да, жертвы уничтожил. Ну, и в целом, как и Моисей, помолился Господу, и сошел огонь с неба, и жертвы уничтожил, так и Соломон помолился, и сойдя огонь жертвы уничтожил. Пятнадцатое. КАЕ ЛАМБУСАТУ, КАРПУ, АУТУ, ЭФАГЕН, КАЕ ЭЛДОКЕН, КАЕТО, АНДРИ, АУТЭС, МЭТ, АУТЭС, КАЕ ЭФАГОН. ЛАБУСА. Видите корень ЛАМ, понимаем, что это ЛАМБАНО, здесь нет превращения, это перечастие УСА, это показывает нам, что перечастие женского рода. Вот здесь вот СА, очень типично для женского рода. И взяв, почему женского рода, потому что про Еву идет речь, и взяв плод его, по контексту древопознания добра и зла, съела и дала также, ну или и мужу ее с ней, ну или мужу своему с собой, и они ели. Видите, это ЭФАГЕН, да вот здесь единственное число, ЭФАГОН, здесь множественное число, ну вторичное окончание. И взяв плод его, съела и дала и мужу своему с собой, и они ели. Шестнадцатое. КАЙ ЭГЕРТЕ КАЙ ЭУТУС АРАСТОН КРАБАТОН ЭКСЛТЕ А нас здесь интересует причастие АРС. Вот глагола АЙРО, мы с вами уже несколько раз встречались с ним, у него корень АР. Йота добавляется в настоящем времени, в остальных временах Йота нет, есть просто АР. В данном случае вот у нас АОРИСТ. Вот он корень АР, так как глагол сонорный, то СИГМА в образующей времени добавлено быть не может, просто от образующей времени у нас осталась одна АЛЬФА. И вот СИГМА съевшая суффикса НТ в именительном падеже, единственном числе, поэтому АР, АС. АРС, ну и в целом, и поднявшись, будучи поднят в контексте, в тексте, речь это об исцелении, там вроде как контекст не намекает, что кто-то поднимал, скорее всего он был исцелен и поднялся. Вот как раз хороший пример того, что АРТ явно может обозначать подниматься, то есть какое-то самостоятельное действие. Хоть и формально, да, видите, суффикс Т, страдательный залог, но это АТГЕРА. И он поднялся и тотчас, взяв постель, вышел. Он поднялся и тотчас, взяв постель, вышел. Семнадцатый. Акусос де, хобесилеус, херодес, этарахте, кайпаса, иросолума, метауту. Акусос, адбагулаку. Ауэсное причастие, видите, сас хорошо видно, и мы уже эту форму сегодня встречали. «Услышав же, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним». Да, да, Тараса, трястись, волноваться и так далее. Вот, ну, хотя формально здесь, опять же, Т, ауэсный суффикс страдательного залога, но здесь речь идёт вот о внутреннем обунациональном процессе, и такие процессы достаточно часто с помощью этой формы описывают. А встревожился, взволновался. «Услышав же, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним». Восемнадцатое. «Кайпанин, апелтон, просолуксату, тон, аутон, логан, эйпон, кайпанин, элтон, хрон аутус, каттудонтас». «Апелтон», ну, с вами уже элт обсуждали, видите, здесь суффикс «элт», потом «элтон», видите, ещё раз суффикс «элт», это всё причастие, и опять, отойдя, помолился, это «ауэсный посолухомай», видите, «прирощение», «сигма скрипп» взаимодействован, обсуждали эту форму, и опять отойдя, помолился, «тон, аутон, логан, тон, аутон», помните, «аутос» с артиклем, имели значение тот же самый, то же самое слово «эйпон», сказав. «Эйпон» – это причастие от лего. «Эйпон» мы с вами учили, глагольную форму, это лего-глагол с несколькими корнями, у глагола, ну, вот, как бы без приращения, ударение падает на первый слог «эйпон». Вот, а когда приращение удаляется, ну, у этого глагола сложная история развития, то вот даже с удалённым приращением он выглядит вот так. «Эйп», да, вот, остаётся, ну, всё равно «эйп» мы это знаем, плюс вот этот суффикс для причастия второго аориста, именительное падение, это единственное число, единственное число хорошо виден, сказав. «И опять придя, нашёл их спящими». «Придя, нашёл их спящими». Это аорис от хеориско. «Иск» – типичный суффикс настоящего времени, в аорисе суффикса «иск» естественно нет, «эпсилон» не удлиняется, как типично для многих глаголов, начинающихся с дифтонга «хэу». Ну, а так вот, треть, третья, единственная, поэтому нашёл их спящими. В данном случае, смотрите, у нас форма ввинительного падежа множественного числа согласуется с словом «аутуз». Видите, как это труд, «о» с одинаково, «т» сувикс и «ас». Вот хорошо видно, и хорошо видно, что это ввинительный падеж. Так что в данном случае эта характеристика к ним. Нашёл их какими? Спящими. Ну, может быть, можно было бы перевести «нашёл их спящих», вот, но, ну, кажется, вот «нашёл их спящими» звучит несколько естественнее. В целом, и опять отойдя, помолился, то же самое слово, сказав, и опять придя, нашёл их спящими. Девятнадцатое. «Эпен, лабетая, тут лестин до самому, кай лавон потерян, ухри стесас, эдукен аутуис, кай пион экс ауту пантис». Он сказал, «Возьмите, это есть тело моё, и взяв ауэстное причастие от ламбану, ведь лам, нет приращения, он, типичное окончание именительного, единственного, и взяв чашу, эхори стесас, возблагодарил, риф дал им, эхори сте, и видите, окончание сас, типичное для ауэстного причастия, опять же, образующее времени, и сигма, всё съевшее. Возблагодарив, дал им, и выбили из неё все. Ну и в целом, он сказал, «Возьмите, это есть тело моё, и взяв чашу, возблагодарив, дал им, и выпили из неё все». И двадцатая, «Возьмите, аутузде, эхбалон, пантос, парламбанэйнтон, патэрроту, пайдьё, кай тэн, мэтэра, кай тус, мэт аутуз, кай эспурэуэтае, хопу энто, пайдьё». Он же, эхбалон, в виде бал, корень с одной л, есть эхбалло, в настоящем времени, выбрасываю, и так далее. Но здесь, видите, не настоящее время, но уровнест. Однако, никакого приращения нет, мы понимаем, что это причастие. Ну и ещё, видите, он, привычное уже нам окончание. Он же, выгнав всех, берёт, парламбанэй, отца, ребёнка, и мать, и тех, которые с ним, артикли с предложенным словосочетанием, тех, которые с ним, легко переводятся, тех, которые с ним, и входит туда, где был ребёнок. Вот как-то так, братья. В этом уроке есть парочка предложений, которые, ну, наверное, представили определённую сложность, но представили о неё ещё и потому, что мы пока привыкли работать с причастиями, которые стоят в именительном падеже, согласуются с подлежащим, переводятся они и причастиями, и на этом, на прошлом уроке у нас в основном такие, но периодически, вот вам, чтобы вы не расслаблялись, Маунс подкидывал какие-то более хитрые конструкции с неименительным падежом и так далее, вот тут, вот тут, чтобы вы всё-таки внимательны были, но на самом деле следующий урок у нас уже будет посвящён необстрательственным причастиям, и мы начнём привыкать причастия, переводить причастиями в разных там падежах, формах и так далее, но пока вот надо было отработать простейший вариант обстоятельственного причастия, в основном формы именительного падежа, ну там единственного числа, чаще и множественного, чуть пореже, и вот просто вы, если были внимательны, могли эту форму рассматривать, помните, у причастий нет приращений, да, и у причастий есть вот такие какие-то характерные окончания, он, сас и так далее, которые нужно заучить, ну где-то вот, где везёт с формами, да, там ещё и вот нт-суффикс виден. Хорошо, братья, спасибо за внимание, благословений. Продолжение следует...